SCP-15 Ужасный трубопровод Объект номер SCP-15 Класс объекта Евклид Особые условия содержания SCP-15 невозможно переместить, поэтому его содержание осуществляется в месте обнаружения. Вокруг всего сооружения должно быть пустое пространство не меньше 2 метров в диаметре. При этом внутри него не должно находиться никаких других построек любого рода, контактирующих с сооружением, содержащих SCP-15. Перемещения внутри допускаются строго группой из трех человек с соблюдением всех мер безопасности и использованием GPS-навигации. Все выросты со стороны SCP-15 должны быть немедленно закупорены и опечатаны с перенесением границ зоны. Агрессивные действия внутри SCP-15 не допускаются. Запрещается использование ручных и электрических инструментов внутри SCP-15. Также где-либо в SCP-15 запрещено производить ремонтные или профилактические работы. Описание. SCP-15 это скопление труб, вентилей, бойлеров и прочего водопроводного оборудования, полностью заполнившего склад в... Трубы, вероятно, растут, когда находятся вне наблюдения, пытаясь соединиться с ближайшими строениями через канализационную систему и подземные водопроводы. По подсчетам, SCP-15 состоит из более чем 190 километров труб, диаметр которых варьируется от 2,5 сантиметров до более чем метра. Некоторые трубы выглядят как новые, в то время как другие проржавели и имеют течи. Трубы состоят из кости, дерева, стали и прессованной золы, человеческой плоти, стекла и гранита. Отсутствуют трубы из свинца, полиэтилена, меди или других материалов, традиционно используемых для производства труб. SCP-15 реагирует на инструменты и агрессивные внешние воздействия. Объект реагирует на любых лиц, действующих жестко, имеющих при себе инструменты, пытающихся нанести ущерб или отремонтировать SCP-15. Любые трубы вблизи субъекта взрываются, распыляя на него свое содержимое в течение нескольких секунд, после чего поток внезапно останавливается. Были отмечены трубы, содержащие нефть, ртуть, крыс, некоторые виды еще неизвестных насекомых, толченое стекло, морскую воду, внутренности и расплавленное железо. Трубы будут продолжать взрываться вокруг субъекта до его смерти, либо отступления. SCP-15 был сокращен до его нынешней структуры, после того, как подключился к 11 другим структурам в области. В настоящее время 11 человек были убиты, 20 пропали без вести. Сообщалось о стуках и криках, доносящихся изнутри SCP-15. Водопровод. Это было глупо. Это была глупая идея, придуманная глупыми людьми в глупых безопасных офисах. Агент-2 медленно осмотрелся. Свет от его фонаря медленно обошел все стены. Фонарь был единственным предметом, который можно было вносить в SCP-15. Агенты-6 и ЛОН стояли прямо за ним, делая то же самое. Примерно 30 секунд назад они прекратили болтать и шутить. До каждого из агентов медленно доходило, что сегодняшнее задание не будет похоже на поход в магазин. Ну же, найти устройство МРВ, забрать полученные им данные, восстановить его работу. Легко и просто, прямо как скушать пирожок. Они посмеялись, когда ЛОН спросила, нет ли у кого-то шапочки, как у Марио. Ведь они теперь прямо как сантехники. Теперь, так или иначе. Смотря в тусклый узкий тоннель, зиявший перед ними. Единственная шутка была в том, что им туда идти. Сделав шаг вперед, два опустил фонарь вниз. Пол был похож на ковер из труб, которые ползали внизу. Некоторые из них торчали всюду, на манер корней в лесу. Некоторые торчали из пола и даже поднимались, как колонны. Стены, потолок. Каждый дюйм изначального сооружения был покрыт трубами. Исследователь, что проводил их до двери, сказал, что от старого склада на самом деле ничего не осталось, кроме внешних стен. Два старался не думать об этом. Он следовал намеченному плану, насколько его помнил. Шагая мимо колонны с плотно сплетенных волокон, чья блестящая поверхность еле заметно дымилась. Шесть двинулся вперед, прикрывая тыл и наблюдая за два и лун. Они были точно пугливые дети. Лун шарахалась от каждого звука. Два выглядел так, как будто был готов все бросить и побежать, если увидит что-то страшнее мыши, как дети. Поигрывая фонарем, Шесть принюхался к темноте и ощутил запах нечистот. Тепло и бог знает что еще. Он знал, что группа нуждалась в четком военном руководстве. И будет совсем плохо, если ему придется нянчиться со взрослыми, как с детьми. Пока они шагают во тьму. Он был настроен решительно. Закончить это чертово дело и выбраться наружу. Ебучая сипишная фигня. Они же были просто прикрытием для яйцоголовых и кабинетной шелухи. Чувствительная херота, говорили они. Они просто не хотят, чтобы кто-то поломал их любимые ужастики. Шесть намеревался выбраться из этого влажного кошмара. Он собирался выполнить миссию. С остальными или без них. Лун, пытаясь не ныть, прошла на цыпочках через массу толстых колючих труб. Поверхность напоминала заросли чертополоха. Она держалась поближе к 2, освещая свои ноги, чтобы не наступить на что-то мерзкое. Она не хотела выглядеть, как маленькая слабая девочка. Но у нее обнаружился жуткий страх перед тесными помещениями. А прогулка по этому месту навевала мысль, что кто-то постоянно сжимает пространство. Лун медленно встряхнула головой, останавливая этот паровоз мыслей. Она была техником, 6,2 были ее охраной. Ей нужно было держаться ближе к ним, вытащить карты памяти из МРВ, затем уйти. Она старалась не смотреть назад, на закрывшиеся двери вдали от них. Еще пара поворотов до МРВ, немного работы затем наружу, туда и обратно. Это просто, как съесть пирожок. Она старательно не обращала внимания на медленно пульсирующую трубу из кожистого материала рядом с ее рукой. Это давалось ей не без усилий. Они нашли МРВ после примерно часа ходьбы. Было сложно ориентироваться. Беспорядочное разрастание труб создало узкие запутанные проходы, переходящие в хаотичные клаустрофобные лабиринты. 6 уже дважды чуть не застрял и выглядел так, как будто хочет убить Лун. Особенно после того, как та пошутила, что он прямо как Винни-Пух. Лун снова начала болтать, но ее голос был слабым шепотом в этом кладбищенском шорохе. 2 пытался следовать полученным инструкциям, но даже несмотря на то, что им было не больше недели, они помогали лишь чуть лучше, чем самые общие ориентиры. Когда они наконец нашли МРВ, это было облегчение. По крайней мере, половина дела сделана. Они рассмотрели его в свете фонарей. Устройство было нанизано, лучшего слова не подобрать, прибито к трубе, сделано из какой-то ткани. Другая, гладкая черная труба пристыковалась к линзе камеры машины. Она не раздавила, не повредила. Нет, она просто присоединилась, как будто так и надо. Маленький робот был поднят трубами над землей, почти на треть метра. Другие, более мелкие трубы, как бы пытались присоединиться к нему во всех местах. Его колеса беспомощно крутились, пока батарея не сдохла. Словно жук, насаженный на булавке. Однородная, зловонная жидкость капала из корпуса камеры. Ладно, эхо повторило то, что сказал 2, подчеркнув бессмысленность этого слова. Несколько моментов, они все просто стояли. Затем лон приступила к осторожному осмотру МРВ. 6 начал тихо бормотать, осматривая окрестности с растущей тревогой. Лон почти добралась до карт с информацией, но остановилась, когда посмотрела на 2. М. 2. Поскольку оно вросло в МРВ, как думаешь, это считается? Что ты имеешь, подсчитается. 2 светил фонарем на нее и на машину. Шипение пара за ним заставило его вздрогнуть. Я имею в виду, считается повреждением 0.15, если я буду вынимать карты с данными. Как думаешь, оно отреагирует? 2 медленно осматривался, освещая своим фонарем пол, где была труба шириной с машину, сделанная из плотного волокна. Внезапно это звучит как плохая. Вот же тупое дерьмо. Оба других агента повернулись и уставились на 6. Он подошел к МРВ, разминая руки. Затем засунул одну в карман пальто, а другой грубо оттолкнул Лон. Давай быстрее, ебаникарась. Они рассказывают эту хрень, чтобы люди обосрались от страха и не ломали их игрушки. Это просто куча странных труп. Не больше, не меньше. Вот так. Может они растут и что-то такое, но блин. Это точно, что оно не будет просто бросаться на людей. Я беру эту херню и мы влазим отсюда. Как он и сказал, он двинулся вперед и откинул крышку порта для передачи информации. Внутри скопилось много прозрачной пенящейся жидкости. Двое других агентов застыли в шоке, смотря на это зрелище. Само здание, похоже, отреагировало так же. Шепчущие звуки вырывающегося пара. Шорох трущихся материалов. Мягкий свист. Все это резко прекратилось. Звуки пульса в ушах Лон звучали как выстрелы. Два подался вперед, подойдя к Шесть. Боже, Шесть, чё за ху... Шесть проигнорировал его, вытянув тонкие карты памяти. В руках они чувствовались как будто пропитаны мерзкой влагой. Плохо, но конструкция была влагостойкой. Он вынул их, затем положил в карман. Он подергал за край линзы камеры, немного сместив МРВ. Он хотел понять, будет ли она еще работать или нет. Два Лон медленно попятились назад. Тишина вокруг начала давить. Шесть сдался и отвернулся от безнадежно застрявшего МРВ. И осветил своим фонарем два бледных лица агентов. Тупые дети. Я даже не понимаю, как вы выживаете вообще. Внезапно трубы под ним раскрылись с мягким рвущимся звуком. У Два Лон даже не было возможности отреагировать на то, как Шесть соскользнул в открывшийся разрыв и оказался в нем по плечи. Он начал истошно орать. Фонарик Шесть укатился прочь. Пока двое агентов, оживившихся от дикого крика огромного мужчины, рванулись ему на помощь. Под Шесть прозвучал взрыв жары и света. В то же время агенты схватили его за руки и посмотрели вниз. Он влип в густую массу текущего плавленого стекла. Его одежда начала гореть и тлеть. Зловоние прогорающей плоти почти перебивало раздающиеся крики. Они вытолкнули и вытянули половину человеческого тела. Вместе с раздробленной обгоревшей массой плоти и одежды. Там, где должна была быть нижняя часть его туловища. Они выбились из сил, пока вытаскивали его. Лон начала кричать вместе с Шесть. Глаза Два расширились и уставились на точку где-то вдали. Вокруг них начал нарастать ужасный хор звуков. Пиканье, шипение, щелканье. Треск. Большая труба с их стороны вздулась и почти повалила всех на пол. Они успели встать как раз тогда, когда деревянная труба над ними взорвалась, разбросав осколки и жгучую пыль повсюду. Два Элон рванули прочь, довязь и задыхаясь. Два начала отхаркивать внезапно пошедшую массу крови. Стекло. Это было толчёное стекло. Оно полилось потоком на Шесть, заглушая его крики. Поток смещался за ним, когда он пытался уворачиваться. Затем Шесть сдался, и стекло быстро покрыло всё его тело и рассыпалось вокруг. Лон моргнуло красными распухшими глазами, смотря на два. Тот кивнул. Они понеслись по коридору, пытаясь игнорировать нарастающую какофонию звуков, которые были похожи на приближающийся поезд. Масса масляных вонючих химикатов бурлила позади них. Взрывной выброс шипов роз почти отрезал путь вперёд, заставив их ползти вдоль костяной трубы, которая дрожала, как старик на морозе. Они бежали, продолжая двигаться прямо вперёд. Куда бы то ни было, слыша дрожащие звуки раскалываний и взрывов повсюду вокруг них. В итоге они пришли к рычащему проходу. Всего в пару десятков сантиметров шириной. Это был единственный путь вперёд. Два нырнул туда, начав ползти, пытаясь двигаться вперёд на манер змеи. Зная, что проход должен быть не больше пяти метров в длину. Легко. Не займёт много времени. Лон замешкалась. Эта маленькая чёрная дыра была похожа на рот. Но вдруг внезапный выброс пара за ней отправил её визжащую прямо внутрь. Рыдая, она начала ползти, взывая к Два. Два старался игнорировать нарастающую вибрацию скрипа вокруг него. И выскользнул из отверстия. Он обернулся и не увидел ничего. Ни лон, ни пара, только пустая дыра. Он огляделся и задумался. Его руки дрожали. Он пролез обратно, пытаясь найти лон и вытянуть её наружу. Он слышал её приглушённый голос. Возможно, за следующим поворотом. Но его фонарик осветил сплошную стену из трёх толстых, расслаивающихся белых труб. Это было то место. Он был уверен. Тоннель был прямо тут. Затем он услышал жалостливый крик. Прямо за ним. Лон просила и умоляла его. Два уставился расширенными глазами. Затем ударил своим фонариком по трубе. Из неё брызнула вонючая, едкая слизь прямо на руку, заставив его закричать. Слизь разъедала плоть. Он отпрянул назад. Теперь он находился вне отверстия. Держа свою дымящуюся руку подальше от себя и пытаясь не смотреть на показавшиеся кости. О боже, Лон. Лон, извини, я приведу помощь. Я позову кого-то. Просто сиди тихо. Я обещаю. Он понёсся по коридору. Его фонарик, казалось, тускнел вместе с нарастающим звуком. Лон задыхалась. Звала два. Она слышала тяжёлые удары на другой стороне трубы. А затем его крикливое бегство. Она зарыдала. Всё её тело дрожало. Она начала своё движение назад, ползя на животе, плача и бормоча какую-то полузабытую молитву. Когда её нога уперлась в прочную стену из труб, она не могла подавить новый крик. Она была в ловушке. В пространстве чуть больше, чем гроб, без надежды на спасение. Она рыдала, уткнувшись в пол из тёплых плывущих труб. Затем заметила, что наступила тишина. Помимо её криков ничего не было. Ни тика, ни ни треска, ни взрывов, ничего. Она приподняла голову в слабо освещенной темноте, осматриваясь вокруг. Она была жива. Это успокаивало. Они придут за ней. Два приведёт помощь. Она выберется отсюда. Она боролась с нарастающей клаустрофобией. Смотря вдоль стен. Она заметила маленькое отверстие в потолке и начала ворочаться, чтобы лучше разглядеть. Переворачиваясь на спину. Только чтобы обнаружить, что это открытый конец трубы. Лон повернулась обратно, закрыв глаза. Слёзы потекли по её лицу. Первые липкие капли она приняла за всё те же слёзы. Потом ещё одна упала ей на губы. Капля была сладка. Она открыла глаза и увидела тонкую дрожащую массу янтарной жижи. Растекающаяся из конца трубы. Которая покрывала всё вокруг. Её и пол. Уровень жижи пребывал. Она закашляла. Перевернулась обратно. Это был мёд. Мёд или что-то вроде того. Во всяком случае это не был расплавленный свинец или кислота. Затем она заметила, что уровень жидкости пребывает. Это был не сон. Трубы были слишком близко друг к другу. Она осматривала свою камеру с нарастающим ужасом. Который рос вместе с тем, как мёд обволакивал её бока. Лон билась о стены пол и потолок. Пытаясь заткнуть трубу своими руками. Уже не думая, что это провоцирует объект ещё больше. Уровень мёда всё нарастал. Как сладкие объятия любовника из школьных времён. Её последний задыхающийся вздох был сладок. Он вышел с мёдом и криком. Два бежал. Теперь полностью потерянный. Его фонарь на момент погас. Звуки лопающихся и шипящих труп начали затихать. Может всё наконец кончилось? Пятнадцатый защищался. Но он не был мстителен. Уже были люди, которых объект ранил, но они выбрались. Такое случалось. Они найдут способ вытащить илон тоже. Может быть она уже выбралась. Просто нашла другой путь из своего заточения. Так наверное и было. Она уже была вне этого глупого места. С шесть вышло некрасиво. Но почему этот псих полез открывать крышку? Что за чёрт его дёрнул так поступить? Он продолжал размышлять над этим, пока не споткнулся о незамеченной во тьме трубу. Он дёрнулся вперёд, издав вздавлено напуганный лай в тот момент, когда повалился на пол. Или должен был повалиться. Вместо чего пролетел мимо пола. Прямо взияющий дру посреди труп. Труп скользкие, сочащиеся чем-то края, которые уходили вниз под большим углом. Он закричал, пытаясь захватить что-то, дабы остановить падение. Но стены были покрыты густой жижей. Его скользящее падение набирало скорость. Его тускнеющий фонарь, похоже, указывал на бесконечный тоннель, открывшийся перед ним. Он скользил и скользил. Вонючий и склизкий. Гладкая слизь налипала на его кожу и одежду. Трубы извернулись. И он проскользил по ним так, что ударился об стену. Его фонарь задрожал и начал мерцать. Паника ударила его словно кулак. Два схватился за фонарь, пытаясь держать его ровно. Он умоляюще смотрел на лампочку, которая тускнела все больше. Та сопротивлялась какое-то время, затем погасла. Тьма прижалась к его глазам, будто ткань. Агент продолжал скользить вниз. Все быстрее и быстрее. Крича до хрипа. Крича, пока в горле не пошла кровь. Крича, даже когда он уже был очень далеко от физического местоположения этой паутины из труб. Днями позже, когда его кожа начала облизать от трения, он уже почти радовался этому. SCP-015. Отчет об извлечении. Агент 2. Пропал. Агент 6. Пропал. Агент Лон. Пропал. Состояние МРВ 889236. Не обнаружен. Полученная информация считается несущественной в свете потерь персонала. Предложены пересмотреть класс объекта SCP-015. Состояние МРВ 889236. Не обнаружен. Продолжение следует... Продолжение следует...